Гродзенские медики делятся своим опытом проведения остеотомии ДГА и берут на узброение технику замежных коллег. Таким подыходом до практичного оказания допомоги корыстаются специалисты областной детячей больницы. Як тлумажить эксперты, оперативное умешательство на кшталт остеотомии ДГА допомагает выращать великую колькась пытания у лечения патологии тазобедранных суставов у детей. И вельми важно развивать и удоскональвать этот направок лечения у тем лику, выкарыстовывающий замежный опыт. Катярина Винодосюк расскажет. На операционном столе 10-годовая девчонка – диагноз, природженный вывих бедра в тяжкой форме. Остатковые изъявы захворывания, кажут медики, в дальнейшем непозбежно стали бы причиной ранних артрозов. В этом случае специалистами было принято решение проводить остеотомию ДГА. По Республике Беларусь в год выполняется более 4000 эндопротезов. Так вот, по статистике 20% этих эндопротезов выполняется по поводу еще той дисплосии, которая была в детстве. То есть мы предупреждаем развитие такой формы заболевания, которая приводит к эндопротезированию. Для Гроденца у такей операции практика привычная. Областным центром я навыконываются с 2008 года и с тягом часу набыли уникальный подход. До слова за ходом операции по Гроденску могли назирать ортопеды-травматологи зосягу света. Таким чином Гродно долучился до интероперационного трансатлантичного онлайн-вебинара «ЗША Польша Беларусь». Что важно, коллеги с Познани и Уилмингтона так само включились и у семинары по сродках онлайн-соведи, делились с аудиторией своим опытом и техниками. Под патронажем Европейского общества детских ортопедов-травматологов будет проводиться дальнейшие, где-то раз в год или раз в полгода будут дальнейшие такие вебинары, сборные вебинары для обучающих вебинары, ведущих, как написано на сайте, кстати, этой организации, ведущих клиник детской ортопедии. И упомянуты Мюнхен, Гродно, Санкт-Петербург, Вилмингтон, Познань и Лондон. Адметно, что все это исполняется 50 год, як была распрацавана операция остеотомия ДГА у одной из клиник Познани. Готывопыт мая великое значение тому, что детячая ортопедия на сучасном этапе названа актуальным напрамком. Ортопедическая патология имеет свою нишу у детей порядка 3-8-4,5%, ну мы берем 4%, это та ортопедическая зона заболеваний, которая присутствует у детей и подростков и более того, сохраняет себя по жизни как определенное последствие или развитие этого заболевания уже во взрослом периоде. Что год амаль 4 тысячам детей, айчинные медики ставят диагноз ортопедичная патология, а амаль половы с выпадков выкрываются у першиню. Специалисты означают, тенденция обумовлена тем, что проявление у всех таких патологий у детей залежит от особливостей росту. Тому так важно развивать и удосконаливать на прамке лечения у тем лику умешательства, яке допомагают вернуть здоровье малечам. Але еще больше важно у работе с маленькими пациентами працовать на профилактику ортопедичных патологий. Их эта работа повинна выконваться у тандеме ортопеду с педиатрами.